Место встречи – Вурнары. Выездные совещания в школе, где к началу учебного года не успели завершить ремонт, проводятся регулярно. Вице-премьер правительства Чувашия Алла Салаева, курирующая проблемный объект, вновь проверила ход работы и выполнения поручений по организации приема пациентов в районной поликлинике. После того, как подрядчик не успел отремонтировать Вурнарскую школу в срок, работы под свой контроль взяла Республиканская служба единого заказчика. Подмерено все здание, заказано суде-эксперту оценка качества выполненных работ, какие объемы с них требуется снять, потому что есть большие проблемы с качеством, потому что ребята нанимали кого попало. Служба единого заказчика нашла и нового подрядчика, который взялся устранить недоделки предыдущих горестроителей и довести ремонт до завершения. Срок определен к 20 октября, хотя это будет очень непросто, поскольку проблемы возникают на ровном месте. На сегодняшний день порядка 40 человек, но это количество можно увеличить. Опять же говорили по фасадам работам, есть сейчас и бригады у меня, которые готовы выйти хоть завтра, но вопрос стоит по материалам, которые заказной. К сожалению, предыдущий подрядчик нам его не отдает и не продает, поэтому оперативно быстренько заказали новый, обещают в течение 10 дней поставить. Между тем, остатки стройматериалов от прежнего подрядчика до сих пор лежат на площадке и затрудняют доступ к школе. Заместитель председателя кабинета министров, а со вчерашнего дня и исполняющий обязанности министр образования Чуваши Алла Салаева, поручила вурнуарским руководителям решить эту проблему в течение дня. А вот ситуация в районной больнице проверяющих порадовала. Напомним, в ходе одной из встреч родители жаловались на долгое ожидание приема у педиатров и специалистов. Вопрос решился достаточно легко. При участии рабочей группы Минздрава Чуваши общую очередь разделили на несколько потоков и скорректировали график работы врачей. Мы сегодня с вами увидели четкое разграничение потоков. Мы видим, что сегодня есть отдельно дети, которые поступают с температурой. Для них предусмотрен отдельный вход для экстренной помощи. Там постоянно находится дежурный педиатр. Что касается общей очереди, мы с вами сами увидели уже разделение потока. Есть здоровое отделение, куда дети приходят в соответствии с расписанием. Маленькие для того, чтобы ограничить общение и как можно лучше уберечь здоровых детей от какого-либо вируса или инфекции. Следующий вопрос, который мы увидели, это работа педиатров. На что бы жаловались жители Урнара на то, что в основном работа педиатров выстраивалась в первой половине дня. Сегодня мы с вами и количество педиатров. Сегодня мы видим четкое расписание пяти педиатров. Их рабочий график завершается в 18 часов. Ремонт в больнице идет очень хорошими темпами и не вызывает беспокойства, отметила Алла Салаева.